Всем привет! Рада вновь быть с вами. Сегодня мы будем делать расклад на тему «Идете ли вы к своей цели и доходите ли вы до нее?». Расклад подойдет тем, у кого действительно есть какая-то цель в жизни, и человек старается идти хотя бы в каком-то конкретном направлении, даже если нет какой-то конкретной цели, но есть, по крайней мере, понимание, либо общий вектор направления. Вот этим людям подойдет расклад. Позиции вы видите перед собой, да, три позиции, и мы сразу приступим. Итак, позиция номер один, голубенький камешек. Работать будем на классике Артура Уэйта. И первый вопрос у нас, значит, да, «Идете ли вы к своей цели?» Идете ли вы к своей цели? Только я уточню. К своей цели вы идете. Во-первых, если у вас есть цель. Здесь дело в том, что цель у вас не всегда стоит. Но так в тот момент, когда вы ставите для себя какую-то цель конкретную, вы к ней идете. Здесь вопрос включается, скорее всего, состоит в том, что умеете ли вы выбирать то, что вам нужно. Или, скорее всего, когда вы выберете какую-то конкретную цель, тогда вы к ней идете. А так, в принципе, в общем, вы человек, который не то чтобы без цели, человек, который живет вот просто так, да, то есть наслаждается жизнью. То есть вы не тот человек, который всегда будете ставить для себя какие-то конкретные цели. Почему? Потому что здесь, когда вы ставите цель, вам нужно будет... Здесь необходима какая-то дисциплина. Поэтому вы не всегда принимаете для себя решение, что я хочу двигаться в каком-то направлении. Потому что здесь такое чувство, что вы очень серьезно подходите к вопросу. И прикладываете очень много усилий по отношению к дисциплине. То есть для того, чтобы эта цель реализовалась. Именно вот это вот становится для вас не то чтобы камнем преткновения, но, скорее всего, не тот момент, когда вы не всегда ставите себе цель. Да, это вот вас останавливает, что нужно. Ну, я не знаю, например, хотите что-то для себя приобрести. И вы понимаете, что для того, чтобы я получил это, мне надо совершать какие-то определенные шаги. То есть, я не знаю, кому-то, может быть, деньги откладывать, кому-то, я не знаю, визуализировать. В общем, что-то делать. И это нужно делать на постоянной основе до тех пор, пока я не получу то, что либо не приобрету то, что я хочу. И вот это вот, осознавая вот эту последовательность, да, вот эту долгосрочность самого пути, то есть отдавая себе отчет, что этот путь, он имеет какое-то протяжение во времени, да, то есть это может там неделя быть, не знаю, может быть, даже элементарно три дня. Но все равно я что-то должен делать во времени для того, чтобы эту цель получить. Вот осознавая этот момент, вы как раз-таки, вот в этом и заключается ваша дисциплина, да, что это нужно делать на постоянной основе. Вот то, что вот вы выберете вот эти вот шаги, прежде чем вы получите то, что вы хотите. И вас, как правило, не сама цель пугает, а вот эти вот шаги, которые нужно совершить. И понимание того, что нужно сделать это вот дисциплинированно, да, то есть не то, что вы себя заставляете, потому что это ваше желание, да, это ваша цель. Но здесь есть некое такое, знаете, преодоление. Вы как будто бы в такие моменты преодолеваете свою лень. То есть если, например, нету цели, то и вы просто живете, да, то вы можете себе позволить намного больше, чем если есть какая-то цель, и вам ее нужно достигнуть, то здесь вступают какие-то рамки ограничения. И вот это состояние в ограничениях, да, вот в каких-то рамках, в каких-то условиях, оно вам не всегда нравится. И это является причиной, почему вы не всегда ставите себе цель. Но если вы поставили себе цель, особенно если это цель какого-то высокого порядка, да, а не просто там что-то мелкое такое приобрести, то вы ее достигаете. Так, а доходите ли вы до нее? Это следующий вопрос. Ну, в принципе, мы ответили. Ну да, четверка Жезлов говорит, да, доходите и очень часто получаете удовлетворение, вы умеете радоваться своим целям. Ну, то есть это не просто, знаете, вот я получил и сразу ставлю какую-то новую цель для себя. Нет, я умею наслаждаться, да, я умею пользоваться, да, вот туз кубка в краске про это и говорит, да, что здесь есть. Присутствует наслаждение, присутствует удовольствие, наполненность. А какие цели вы для себя выбираете? Вот мне просто интересно. Те, которые вот будут вас наполнять эмоционально, те, которые дадут вам в вашем понимании успех, счастье и удачу. Почему я уточнила в вашем понимании? Потому что это чисто такой, знаете, субъективный момент у каждого из нас. То есть то, что является удачей и успехом для одного, для другого это может и не быть. Поэтому вы делаете акцент больше на эмоциональный план, то есть насколько это вас будет наполнять, насколько вы будете от этого получать удовольствие. Потому что здесь вот у меня такое чувство, что цели вы все время себе ставите, ну вот какие-то большие. Большие, масштабные. И поэтому путь, который вам нужно будет пройти, он тоже непростой. И в каких-то моментах вот то, что присутствует какое-то ограничение, да, лишение чего-то себя, он каким-то образом связан со страданиями. Вот то есть я чувствую здесь вот этот вкус вот страданий, каких-то переживаний, преодолеваний. А вы по своей натуре человек такой достаточно гармоничный и спокойный. Это не говорит о том, что у вас нету агрессии, это не говорит о том, что вы амеба, а это либо находитесь в состоянии дзен. Нет. А это говорит о том, что вам просто не нравится, когда вас лишний раз трогают, дергают. То есть вы создали для себя какую-то вот такую комфортную, удобную жизнь, удобное такое вот существование, да, в своей голове, в мировосприятии. И вам не очень-то и хочется что-то менять. Почему? Потому что это вызывает дискомфорт, а мы дискомфорт как-то не очень-то и хотим здесь. И поэтому вот это вот ощущение, когда особенно надо по аркану колесницы сделать какой-то прорыв, вот здесь в данном случае этот прорыв, он создается не просто, когда вы ставите себе какую-то цель, а вот именно в вашем понимании эта цель, это знаете, как широкий такой ремень, который используют, например, там, я не знаю, тяжелоатлеты, да, либо там, я не знаю, эти, боже мой, качки, которые вот прям тяжести большие поднимают, они вот утягиваются ремнем. Вот энергия здесь, ощущение того, что со всех сторон, когда вы ставите какую-то цель для себя, идет некое такое давление на вас. И вот это вот сдавливающее, даже не давление, а сдавливающее какое-то ощущение, что оно вот как-то со всех сторон, причем со всех сторон на вас давит, давит, давит до тех пор, пока уже, вот хочется сказать, нету, да, возможности как-то вдохнуть. И вот вы в этот момент совершаете какой-то прорыв. То есть это, условно говоря, вот мне показывают просто человека, который находится в четырех стенах какого-то особого такого помещения экспериментального, да, и вот эти вот стены, они начинают двигаться, да, и есть вот это вот ощущение сдавленности, они все ближе и ближе, со всех сторон он приближается к человеку, у человека начинается такой, знаете, стресс какая-то, вот паника, что сейчас меня зажмут, вот причем со всех сторон, да, и мне надо что-то делать. И вот когда уже человек ощущает, что вот стены приблизились уже прямо к рука, да, к спине и к телу, то есть со всех четырех сторон такое окружение, и вот это давление продолжается, вот именно вот в такой какой-то момент человек совершает какой-то прорыв. То есть до тех пор, пока вот этого давления нету, человек не совершит свой прорыв. То есть ощущение, что вот как-то до последнего, что ли, сидим-сидим, а потом вот включается какая-то кнопка экстремальная, да, внутри нас, и мы начинаем как-то соображать, что ли, что-то делать, и это является тем моментом, да, вот тем прорывом, когда вот именно вы достигаете своей цели. И зная в себе вот эту вот особенность, да, вы вот этого, скорее всего, избегаете. Поэтому вы оставляете как-то до последнего момента, потому что вот мне чувствуется, что вот как-то вот много боли и страданий. Опять же таки, вы не человек, у которого, скорее всего, высокий болевой порог, то есть вы боль даже очень сильную переносите. Намного проще, ну как это сказать, да, люди терпеливые, да, то есть боль можете переносить, высокий у вас болевой порог, чем кто-то другой. Но с другой стороны, вот как-то мы этот момент избегаем. Мы не знаем, вот какой-то здесь аспект крайности существует. Доходите ли вы, да, мы сказали, что вы доходите. Меняете ли вы свои цели, вот из-за страха неудачи, либо как-то вот импульсивности, да, сегодня я хочу, завтра я не хочу. Хотя прежде чем я карты выложу, у меня здесь уже идет, так знаете, интуитивно, что вы не тот человек, который отступаете от своих поставленных целей, вот вы просто серьезно относитесь к целеполаганию. И именно поэтому, то есть вы тот человек, который семь раз будет отмерять, и один раз отрежет. Вы действительно серьезно подходите к этому моменту, поэтому по аркану влюбленных очень сложно делаете выбор в это направление. То есть, знаете, это как человек, прежде чем взять ипотеку, он просчитает по возможности, там на сколько, на 25 лет ипотека, к примеру, да, там, не знаю, на 30, он просчитает по возможности, что и как я буду зарабатывать, и в случае, если я не буду зарабатывать, и сколько времени это будет, и сколько мне нужно отложить подушку, вот эту вот безопасность. То есть вот все как будто бы просчитает, и понимая вот уровень ответственности, здесь у человека очень высокий, поэтому он не берет, допустим, ипотеку. Почему? Потому что он понимает, что, ну, то есть такой, знаете, серьезный подход к делу, то есть не такой какой-то вот, как бывает у некоторых людей, ну, есть же сейчас там возможность, да, выплачивать. Под словом сейчас они подразумевают, там, не знаю, 5-10 лет. А что будет там, когда тебе пройдет уже там 15-20 лет, и ты уже не будешь такой молодой еще, и неизвестно, сколько ты там будешь работать, где и как будешь работать. То есть об этом я подумаю, как Скарлетта Харра потом. Вот здесь не такой формат. Здесь человека действительно серьезного и ответственного. И из-за того, что вы ответственны, вы понимаете, осознаете уровень своей ответственности, вы так просто эту ответственность на себя не берете. Не потому что безответственны, а потому что осознаете уровень ответственности. Так, меняете ли вы свои цели из-за страха, неудачи, импульсивности? Вот в принципе то, что я сказала, да, девятка пиндакли, нет. Почему? Потому что здесь личность такая самодостаточная. То есть, если вы что-то выбрали, вы идете до конца. Но при этом вы, прежде чем выберете, да, как я уже сказала, не буду повторяться, вы обдумаете этот вопрос. И здесь в контексте, меняете ли вы свои цели из-за импульсивности, при всей вашей эмоциональности, чувствительности, вы не импульсивны. Вы не импульсивны при выборе, нет. Вы вот по тройке жезлов, вы просмотрите все перспективы. То есть вот в каких-то моментах вы можете быть действительно импульсивны. Скорее всего, это вот в личной жизни. Но что касается серьезных каких-то вещей, касательно вашей жизни, вы импульсивны не можете быть. Но при этом вы можете быть интуитивны. То есть вы можете сделать выбор на основе интуиции. Такое тоже может быть. Иногда вас спрашивают, ну где логика, да. То есть ты, в принципе, логический такой человек. Где логика в твоем выборе? Вы можете сказать, что, ну вот я так чувствую. Я понимаю, что это правильный выбор. Я не могу это описать словами, но я знаю, что это правильный выбор. То есть это вот чисто интуитивный такой подход. У вас он есть. Является, приводит ли он вас к ошибкам? Нет, он может вас иногда приводить к такому, знаете, вот... Не то чтобы тревожности, а вот здесь какое-то такое, знаете, беспокойство идет. В плане того, что вдруг я все-таки ошибся. Здесь идет некое такое сковывание, да. И, ну, страх присутствует. Ну, небольшой, но присутствует в контексте, вдруг я ошибся. Да, вот он, король кубков, и подтверждает нам четверком чей, который говорит, что да. Возможно, вы начинаете переживать на этот счет, но при этом четверка мечей, она всегда говорит о полном доверии высшим силам. Потому что я понимаю, что я не могу это контролировать. То есть я этот процесс проконтролировать уже не могу. Поэтому единственное, что я могу на данный момент, это вот смириться, да. Отдать, вот, отдаться на волю высшим сил и ситуации. Как-то так. Это был первый вариант. И голубенький камешек. И мы переходим с вами к позиции номер два. Оп, сори. Красненькому камешку, стараясь, чтобы мои руки сильно не видны были в камере. Потому что я получала несколько комментариев о том, что, Елене, меня пугают ваши татуировки. Ну, что поделать? Меня не радует, и у меня есть свои какие-то определенные размышления на этот счет. Но если кого-то пугает, просто можете меня слышать. Ну, то есть альтернатива всегда есть. Не обязательно смотреть. Да, можно и слушать. Так. Позиция номер два, да. Идете ли вы к своей цели двоечки? Да что ж такое. Семерка кубков. Пока нет. Пока нет. Пока здесь, знаете, человек находится, как будто бы, знаете, это даже не перекресток, а какой-то горизонт, который открывается перед вами. И некая такая многовариантность. И вы не можете определиться, в каком направлении вам двигаться на данный момент. Да, вот еще одна семерка, видите. Здесь чувство, что вы как будто бы, вам не столь важна сейчас какая-то цель, сколько даже если вы в нее пойдете, невыбранную вами цель, то эта цель будет как некий такой мотив побега. То есть мне не нравится та реальность, в которой я нахожусь. У меня почему-то такое ощущение, что вы как будто бы, не то чтобы ссоритесь с людьми, близкими, но здесь есть какое-то недопонимание и конфликты. И вот такое бывает обычно, когда молодой человек, да, молодой не в контексте пола, а в контексте возраста, юный, хочет уйти из семьи, ну потому что достали родители, достали уже вот совместное какое-то проживание, хочется уже ощутить самостоятельность. Вот, и как правило, ну раньше, по крайней мере, так было, сейчас ей уже сменилась эта парадигма, но она все равно остается, девушка решила выйти замуж, да, для того, чтобы вот убежать от своей родительской семьи, для того, чтобы вот почувствовать себя свободу, да, и уходя от одной, хочется сказать, кабалы, она впускает, входит в другую. Вот здесь примерно такая альтернатива, такая метафора, которая говорит о том, что я не совсем понимаю, нужны ли мне цели, нужно ли куда-то двигаться, но я однозначно не хочу, то есть быть вот в том состоянии, в котором я сейчас пребываю, и только ради того, чтобы убежать вот от того, что я сейчас проживаю, то, что вот мне не нравится, я готова согласиться на любую, на любую цель, вот какой-то здесь такой посыл идет. Вот, да, вот как раз-таки выбор в данном случае по пятерке пендаклей, да, он идет не из изобилия, а из дефицита. Это вот когда человек ищет себе работу, но он понимает, что у него есть какие-то обязательства, и работу нужно найти сейчас. А то, что я хочу по душе, для этого нужно время, я не могу выбрать, поэтому, ну, то есть нужно ее искать. Поэтому я готова согласиться на первую попавшуюся работу, просто потому, что у меня есть дефицит, ну, то есть у меня есть некая такая необходимость вот именно сейчас найти работу. И, как правило, такой выбор, да, он приводит снова к тому, что мы и транслируем. То есть это выбор не из изобилия, из спокойного состояния, да, а здесь выбор из иллюзии, да, страха, недостатка информации, непонимания, куда я двигаюсь. То есть вот здесь об этом. Причем это, знаете, кстати, у вас урок идет по пятерке пендаклей. Чему вы должны здесь научиться? Ну вот, императрице вы должны научиться, да. То есть уметь реализовывать свои идеи, уметь идти на расширение, находиться в состоянии гармонии. То есть даже когда вот прям такая кризисная ситуация, как бы это ни казалось странным, знаете, иногда говоришь какие-то вещи, да, и сразу вот, я не знаю, то ли у меня мысли идут от общей аудитории, я считываю в поле эту информацию беспокойно, которая говорит, ну окей, в теории это все понятно, а на практике это не существует. И вот это вот краски убеждения очень многих, и из-за того, что люди в это верят, это и происходит. А для того, чтобы это не происходило, нужно прикладывать другие усилия. Вот эти вот другие усилия, люди даже услышав о них, не хотят, потому что привычка – это огромная сила, которая затягивает заново в то, к чему мозг привык, к своему вот этому вот удобству. Но здесь как раз-таки речь идет о том, что у вас есть знание о том, как стать императрицей, но вы, когда знаете вот все хорошо, спокойно в жизни, вы как будто бы стремитесь и идете в этом направлении, к этой цели, то есть жить из гармонии, жить из баланса, видеть везде изобилие. Но вы как будто бы это не сделали своим опытом, то есть это идет от головы. То есть головой я это понимаю, а своей жизненной позиции я это не сделаю. Почему? Потому что я в это 100% еще не верю. Да, как будто человек как будто бы не прожил полностью, не пропустил через себя эту информацию. И именно поэтому его внутренний мир, он не изменился, не трансформировался, и поэтому реальность по-прежнему показывает ему то, во что он верит. И здесь вот этот вот как раз-таки диссонанс и присутствует. И семерка жезла в данном случае нам про это и говорит, что человек здесь вырос. Видите, мы не видим здесь людей, мы видим только жезла, и человек находится на горе. Он обороняется, но обороняется и защищается от кого? Здесь нету людей, то есть он выше их всех. И речь здесь идет о том, что вот восьмерке жезла в дальнейшем, надо идти человеку в развитии, то есть надо развернуться и идти уже своим путем, а не продолжать кого-то убеждать, кому-то что-то доказывать, отстаивать свои какие-то позиции. То есть человек здесь перерос ту ситуацию, в которой он находится. И вы это понимаете на данный момент, но продолжаете действовать еще по старым каким-то своим моделям, потому что не хватает именно осознанности и ощущения вот этого опыта по императрице. Оно у вас присутствует, когда вот вы, еще раз скажу, когда нету каких-то трудностей, сложностей, когда вы находитесь в расслабленном состоянии, вы это ощущаете. Но почему-то, когда возникает кризис по пятерке Пендакли, либо какая-то болезненная ситуация, сложный, недостаток чего-то, вы напрочь забываете, засыпаете и продолжаете делать так, как делали в прошлом. То есть, по сути, воспроизводите ту модель, которая вам была известна до этого момента. Поэтому к своей цели вы идете. Если за вами хочется сказать, знаете, как в лесу, когда заходишь в лес, хочется сказать, что вот пройти его насквозь человеку, возможно, страшно. Он видит вот эту вот темноту, и он видит, что это путь такой достаточно большой, но вступив на тропинку, ему вдруг показалось какие-то шорохи, что за ним его преследуют волки. И вот от этого страха, что он может быть съеден волками, он начинает бежать. То есть, он не бежит к выходу, потому что он так выбрал, а он убегает от волков, которые, по сути, гоняясь за ним, в конечном итоге приведут его к тому, что он выбежит из этого леса, то есть, прибежит его вот насквозь. То есть, вот здесь вот такая метафора касательно вашей цели. Доходите ли вы до целей? Четверка Пиндакли, Паш Пиндакли. Ну, вы учитесь. Здесь идет процесс обучения. Доходите ли вы четверку Пиндакли? Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот не то, чтобы не доходите, а здесь... Здесь просто какая-то такая позиция человека, который... Иногда бывают смешные ролики в интернете про хомячков, которые, вот сколько бы еды им не дали, они кладут себе вот свои вот эти вот мешки в ротовой полости с одной и с другой стороны, и у них становятся такие большие набитые щеки. И поскольку места уже больше нет, чтобы закладывать за щеки, они еще и в руках тащат. То есть, вот сколько могу утащить, во все дыры, куда могу засунуть, вот, я это сделаю. И здесь как будто бы человек вообще не о целях, и не о том, что он там дойду, не дойду. Вот мне бы удержать то, что есть сейчас. Вот здесь какая-то такая позиция, которая напрямую не отвечает на вопрос, доходите вы до цели или нет. Но Паш Пентакли говорит о том, что вот вы стараетесь здесь как будто бы удержать вот то самое ценное для вас. Велика вероятность, что... Ну, давайте я не буду говорить, что вот сто процентов не доходите, но когда доходите, не если, а когда вы доходите до цели, в тех случаях, когда это все-таки случается, потому что однозначно случается, вы все равно стараетесь вот удержать вот из этого пути, скорее всего, либо из этого результата, что-то, что очень ценно для вас. То есть не сам результат как таковой, а здесь вот какую-то часть, знаете, вот человек, который хочет... Ему предлагают целый пирог, а он вот говорит, вот мне только кусочек дайте, вот, а все, мне это не надо. Ну, то есть я не готов принять. Вот здесь какая-то такая, что-то... Причем, знаете, не любой кусок, а вот почему-то тот, на который укажете вы. То есть здесь есть какая-то... В чем ценность? Ценность как раз-таки и заключается в самом шуте, что... Ценность результата. Что мне важен даже не сам результат и достижение, а сколько мне важно мое состояние свободы. То есть если в первой позиции человек, наоборот, ответственно подходит, да, и старается контролируемо брать на себя ответственность, потому что он понимает свой характер, то здесь, наоборот, человек как будто бы отказывается от этой ответственности, потому что он понимает, что вот все эти целеполагания, все эти достижения, они не приводят ни к чему, то есть они как-то вот, знаете, как-то усугубляют что ли обстановку. Для вас важна легкость, для вас важна непредсказуемость, то есть ваша ценность заключается как раз-таки в непредсказуемости. То есть я не знаю, получу, не получу, то есть в этом есть некая такая игра, в этом есть вот для вас азарт. И ценность непредсказуемости заключается в том, что, а вдруг мне не дадут то, что я хочу, а дадут что-то больше, либо дадут что-то меньше. То есть здесь идет любопытство, здесь идет немножко иной подход, который идет в разрез целеполаганию. Вот про это. У нас следующий вопрос звучит следующим образом. Меняете ли вы свои цели из-за страха, неудачи или импульсивности? Так вот, касательно импульсивности, сейчас я выложу карты, но касательно импульсивности, шутка как раз-таки говорит о том, что вы действительно можете быть импульсивным человеком. То есть сегодня я хочу, а завтра я не хочу. Не потому что цель как-то обесценилась, а потому что ваше отношение, оно как-то изменилось, что ли. Вот что-то в таком роде. Давайте посмотрим все-таки, меняете ли вы свои цели из-за страха неудачи. Да, вы можете поменять. Вот в вашем случае, так, повыше подниму. В вашем случае, да, вы можете поменять, поменять из-за каких-то разочарований. В первой позиции люди боятся боли. А здесь не про боль. Здесь вы... Здесь, может быть, вам жалко себя. Вот из жалости. Как-то так. Почему улыбаюсь? Потому что мне показывают, знаете, кота из этого мультика Шрек, да, про Шрека. Вот такие глазки, такие вот прям... Ну, ну, вот, ну, ну, я не могу, да. Типа, сделай за меня. Вот здесь вы можете отказываться. Что за страх? Что за страх? Ну, вообще борьба. Почему? Потому что вот это не в вашем характере, да. Не в вашем характере с кем-то сражаться, с кем-то соревноваться. Вы не видите ценности в этом. То есть вот в вашем случае, как раз-таки, мир, он изобилен. И поэтому смысл сражаться за буханку хлеба, как говорится, да, когда есть другой магазин, можно пойти и купить. То есть зачем в этом магазине? Ну, окей, нету в этом. Я пойду в другой. То есть вот здесь подход немножко к жизни, он иной, нежели у, там, я не знаю, большего количества людей. Поэтому вот это вот сражение, вот эти, эта внутренняя борьба, она для вас бессмысленна. Вы боитесь, плюс ко всему, вы боитесь такого, знаете, напора. Напора, скорее всего, со стороны других людей, которые вот как-то будут на вас давить. Ну, давай быстрее. Это очень напоминает, знаете, ситуацию, когда молодая девушка, и начинает ее все, значит, в окружение докучать. Когда ты выйдешь замуж? Да когда ты выйдешь замуж? Ну, вот ей уже надоело, она уже вышла замуж. И появляется следующий вопрос. Ну, когда ты уже родишь? Ну, когда ты уже родишь? То есть вот это вот давление других людей на вас, вы его избегаете. И здесь, скорее всего, при целеполагании такое бывает очень часто, когда на вас давят. И здесь страх этого давления заключается в том, что вы ощущаете напряжение, вам не нравится, вы хотите его сбросить. То есть вы хотите, знаете, как люди, которые приходят на работу, и вот хотят, чтобы им четко описали задачу, и потом оставили. То есть их не надо контролировать. Дайте им время, ну, то есть рамки, ограничения, до какого момента надо что-то сделать, а дальше предоставьте свободу. И человек, когда ощущает эту свободу, он... здесь сразу идет какая-то двоякая такая картинка мне показывает. С одной стороны, может набросать вам, я не знаю, несколько эскизов вариантов решения, да, той задачи, которую ему ставят. А с другой стороны, сложно будет самому человеку выбрать какой-то конечный вариант. То есть здесь в идеале было бы, чего бы не касалась ваша цель, чтобы был человек, который помогал бы вам определиться с выбором. Вот в этом действительно вам нужна помощь и поддержка. Не давление, а именно помочь определиться, не решить за вас, а помочь определиться с вариантом. Потому что мне показывают несколько эскизов того, что нарисовано, вот какие-то рисунки, я не знаю. И человеку сложно, допустим, сказать, вот какую картину мне надо либо какой вот эскиз надо вот выставить, например, на выставке. Потому что лично мне все нравится. Ясное дело, вы творец, вам все нравится. Но нужно выбрать, допустим, одно. Вот в этом случае вам нужен какой-то помощник, человек со здоровой такой оценки, беспристрастный, который поможет вам адекватно сделать выбор. поэтому со страхом, да, да, здесь есть еще очень сильная такая критика. Вот я говорю, вот это вот давление, критика, какие-то острые слова, ваш адрес, вы можете. То есть, знаете, здесь человек, который вот прям воодушевлен чем-то, да, и он хочет это сделать. Но потом появляется вот эта вот критика со стороны людей, которые для него авторитенты, и они начинают его отговаривать. И вот это вот очень человек не любит. Почему? Потому что он знает свое слабое место, что он поддается, что он поддается на то, как вот на него другие люди влияют. Да, это опять же таки не про то, что у него нет собственного мнения. Но вот люди иногда его убеждают в том, что делать не хочет, и он понимает, что это неправильно, но все равно делай, потому что это вот нужно как-то людям. Здесь такая достаточно сложная, сложный характер у человека. Сложность заключается в том, что он какой-то такой, знаете, здесь, хочется сказать, я бы в себе разобрался, потому что он настолько многогранный, но человека здесь бесхребетного либо амебного назвать ни в коем случае нельзя. Да, то есть просто этот человек, он может быть по характеру мягче, да, может быть здесь энергии такие, не совсем, вы знаете, это как выражается в картинке, как через асфальт прорастает цветок. Ну, видели, наверное, в интернете такие картинки, да, то есть дорога вся заасфальтирована, и где-то вот она треснула, и цветок прорастает. Вот вы являетесь этим цветком, а вокруг вас асфальт, и вот есть просто несочетание какое-то, вот несоответствие, да, вот этого цветка, там, где он пророс, там, где он рос, вроде бы с одной стороны он такой хрупкий, его можно сорвать, а с другой стороны, если у него есть силы прорваться через этот бетон, через этот асфальт, он смог, значит, он уже достаточно силен, то есть вот неоднозначное здесь как-то. Можете ли вы изменить свои цели из-за импульсивности? Аркан дьявола, конечно. Конечно, в том случае, если вы очень сильно испугаетесь. Хотя здесь может быть еще и другой момент упертости. Вот при всей вашей мягкости вот эта вот баранья характеристика, да, упертости, вот настойчивостью на своем, даже если вы осознаете, что ваша позиция, она неверная. Но из-за того, что вам кто-то говорит противоположное тому, что говорите вы, и осознавая, что вы неправы, вы все равно будете настаивать вот идти вот против. Вот есть вот эта вот упертость на своем, даже если вы ошибаетесь. Поэтому импульсивность, она выражается либо в страхе, либо вот в упертости. Это была у нас с вами вторая позиция. Красный камешек. Переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку троечки. Смотрим вас, идете ли вы к своей цели. Как всегда, тройки хитрыми какими-то окольными путями, хитрыми, замороченными окольными путями. Здесь я должна сказать, что вот не то, чтобы вы эрудированный человек, но и глупыми вас тоже не назову. Здесь ваше мышление, оно такое оригинальное, в некоторой степени новаторское. И вы это знаете. Вы знаете, на что вы способны, на какие вот такие, знаете, неоднозначные решения вы можете принимать. Но хитрость заключается в том, что вы не идете тем путем, а выбираете какой-то, вы знаете, проторенный путь. Хотя внутри себя вы знаете, что могли бы упростить себе задачу, если бы вы пошли другим путем, тем, которым вы считаете, что нужно идти. Но иногда вы как будто бы сами себе говорите, что выхода в этой ситуации нет, то есть я не могу прийти к той цели. Но при этом вы четко понимаете, что вы себя обманываете. Конечно, в этом есть какая-то своя вторичная выгода. Но как-то вот вам проще согласиться на то, чтобы что-то не сделать, чем сделать. Вот в чем здесь хитрость? Давайте будем разбираться. хитрость, хитрость, хитрость. Почему? Потому что есть какая-то вот эмоциональный комфорт. Но он отличается от людей первой позиции. Там тоже комфорт, но там немножко другой. Вот здесь как будто бы, знаете, человек, если что-то выбирает, то выбирает как-то вот не то чтобы из прихоти. Как бы мне вам это описать? У меня такое чувство, что представьте какой-нибудь там, я не знаю, американский фильм, ну, либо советский, не знаю, про фильм-боевик, где есть снайпер, очень опытный, высоко квалифицированный. И вот он живет где-нибудь, я не знаю, в трущобах в Индии, где-нибудь в какой-то кибитке, в каком-то, я не знаю, шалаше. И появляется некое такое дело, на которое люди военные понимают, что вот только вот этот снайпер сможет справиться, потому что он высококвалифицированный такой специалист, вот он, он меткий такой стрелок, только он, к нему надо прийти. И вот как будто бы это группа, я сейчас вам такое ощущение, как бы американский боевик какой-то описываю, ну, мне вот это вот показывает, я вам говорю. это, значит, группа в числе, причем почему-то женщина военная, мне показывает, да, она обращается, значит, едет вот эти трущобы Индии в эту нищету и смотрит, значит, видит человека, который живет в какой-то там, я не знаю, комнатушке, вот прямо в нищете, но при этом, там, я не знаю, покуривает цигару и вот просто на расслабоне. Ну, вот такая жизнь у человека. И ее задача уговорить этого стрелка, что да, нужно принять там это задание, вот, и выполнить. И вот она начинает его уговаривать и начинает не совсем верного вывода, ну, довода, скорее всего, через деньги. Вот я тебе там, я не знаю, миллионы дам. Этому человеку вот деньги, это вообще не, ну, вот в данном примере, вообще не входит в его систему ценностей, да, потому что вообще какое-то идет вот отвращение от материального мира. Ему абсолютно все равно, ему нужно вот как-то заинтересовать этого человека. И вот что бы ему не предлагали, что бы ему не предлагали, там, не знаю, допустим, там, по спасению какого-то ребенка, либо там какой-то вот серьезная операция, там, с животными, не знаю, там, поймать какого-нибудь наркодилера, вот его не цепляет ничто. А потом получается, что эта женщина уже как будто бы выдохлась, да, у нее нет больше других доводов, и она просто сидит и молчит. И вот он как будто бы на нее смотрит и видит, что она поникла, потому что увидела там, я не знаю, на столе какую-то чашку пустую от обеда и все такое. Вот он смотрит на нее, говорит, что с тобой случилось, почему ты так поникла настроение? Она начинает ему рассказать свою историю жизни, как они голодали, как они воровали для того, чтобы выжить. И вот именно вот эти моменты каким-то образом этого снайпера зацепили. Да, то есть вот какая-то человечность, не знаю, какая-то вот такая, какой-то такой нюанс, который вот, ну, специально не придумаешь. И это становится ключевым моментом, почему человек соглашается на эту работу, на эту сделку. Вот семерка мечей и вообще все эти, почему я привела этот пример? Потому что эти арканы, они мне как раз вот эту вот картину и показывают. То есть семерка мечей. Я не хочу ничего делать, почему? Да потому что мне, в принципе, да, я понимаю, что деньги нужны, ясное дело, где я живу, да, как-то вот в нищете, но человеку вот там плевать как будто бы на это, да. Вот в этом семерка мечей, хитрость. У него как будто бы своя вторичная выгода заключается в том, что вот я хочу разрушать свою жизнь, потому что я устал там убивать, и так далее, и так далее. То есть свои какие-то заморочки есть. Но при этом вот в этих заморочках есть четверка кубка, вот некая его такая эмоциональная стабильность, да, нищета, да, вот там, я не знаю, какая-то разруха, но при этом я так живу, ну, то есть я так привык, я так живу, мне так хорошо. Но вдруг неожиданно появляется вот эта вот девушка, да, башня, неожиданно, и она начинает его уговаривать через что? Через разрушение его каких-то сценариев, да, предлагая ему какие-то деньги, предлагая там, я не знаю, какие-то альтруистичные предложения, да, делает, но он не соглашается. И суть здесь заключается по аркану суда, что вот это вот какой-то кармический урок этого человека. И зацепив, зацепив, аркан суда у нас еще говорит про семью, зацепив вот эти вот детские воспоминания данной девушки, это то, что его зацепило, это то, что является для него огромной ценностью и приоритетом, потому что он, не знаю, ну, ребенок, возможно, у которого, который воспитывался с одним родителем, либо очень рано своих родителей утратил. То есть вот это то больное место, уязвимое место этого человека. Это послужило тем, что он согласился. Возвращаясь к нашей тематике, да, чтобы вы не подумали, что я так это самое отдалилась от темы, я всегда все, что говорю, это обдуманно, это не случайно, и метафора тоже не случайная. Это имеет прямое отношение к нашему вопросу, идете ли вы к своей цели? Вы, у вас как таковой цели нету. Но если вдруг она появляется, опять же таки, это не та цель, которую вы себе ставите. Это, скорее всего, цель, которая привносится в вашу жизнь другим человеком. И она должна настолько зацепить вас за ваши ценности, чтобы вы начали двигаться в этом направлении. Вот об этом было такое большое повествование, я же прям в шоке сама, сколько много рассказала, прям целый фильм вы со мной посмотрели. Ладно. Если вдруг вы выбираете эту цель, да, ну, то есть она созвучна вашим ценностям, потому что здесь человек очень такой глубокий, очень-очень опытный по жизни. Доходите ли вы до конца? Все будет зависеть, видите, от идеи, все будет зависеть от ценности, насколько она вас воодушевит, насколько она вас зацепит. Безусловно, здесь будут какие-то моменты разочарования на пути достижения. Вот вы такой человек, который можете в пути отказаться от этой цели. Опять же таки, все будет зависеть, за какую ценность вас зацепит в процессе. То есть не в самом начале, когда вы выбрали, вот вы выбрали, да, согласились на эту сделку, пошли, но в процессе всплывает какая-то дополнительная информация о том, что вам что-то не договорили, вам что-то не рассказали, что-то утаяли. И вот здесь вот по двойке жезлов, да, вы в этот момент можете, как это сказать, перезагадать, переотказаться от своего пути. То есть вам хватает силы и мужества отказаться в процессе. То есть не важно, что вы прошли уже почти один путь, да, целый путь и остался, хочется сказать, ну, съели лошадь, остался только хвост. Вы готовы в любой момент отказаться. То есть вы не тот человек, которым можно будет управлять либо манипулировать. Вы в любой момент можете отказаться, если вы посчитаете, что вот что-то вам не договорили, что-то вам не сказали, что-то не так. Причем вы это почувствуете. Не то, чтобы вы узнаете, что здесь не про обман, а здесь вот какой-то подвох, потому что все-таки семерка мечей говорит про умного человека. И это ум, он житейский. Это вот прям, не знаю, накопился в контексте вот всей вашей жизни. Вы, может быть, здесь, знаете, так иногда бывают такие моменты, что, как это сказать, что, может быть, вы даже и не проходили там обучение. У вас может и не быть там, я не знаю, одного, двух, там пять каких-то высших образований, и закончили, ну, элементарно шесть классов. Но вот ваша природная вот эта вот мудрость, она намного дороже, чем все эти, там, не знаю, три корочки, которые были получены и через, там, я не знаю, образование человека, который там сидел и читал эти книги. То есть это настолько ценно. Поэтому вообще-то вас обмануть просто так не получится. Ну, вы сами можете себя обмануть. Вот это вот такая фишка у вас есть, да, то есть другие вряд ли, вот, но вы себя можете обмануть. Либо вы можете, знаете, как вы можете допустить другого человека, чтобы он вас обманул. Ну, просто вам так по приколу. Вот мне интересно понаблюдать, да, насколько ты можешь далеко зайти. Вот насколько ты меня считаешь идиотом, да, что ты можешь вот мной как-то манипулировать, управлять, играть. Мне просто любопытно, продолжай это, да. То есть это вот с вашего как будто бы разрешения и осознанной какой-то такой позиции. Вот. Но в конечном итоге, доходите вы или нет. То есть вы можете и не дойти. Штёрка кубков. Доходите ли вы? Это будет зависеть от вашего прошлого, насколько оно оставило какой-то отпечаток на вас. Можете дойти, а можете и перегореть, и не дойти. То есть здесь однозначного ответа нет. Так, следующий вопрос. Меняете ли вы свои цели из-за страха неудачи? Ну, сразу без карт скажу, что нет. Ну, давайте посмотрим, что вам скажут карты. Конечно, нет. Император, да. Меняет ли император свои цели из-за того, что ему страшно? Нет, конечно. Даже если он боится, он всё равно будет идти до самого конца. Меняете ли вы свои цели из-за импульсивности? Из-за импульсивности? Нет. Из-за импульсивности тоже. То есть нету здесь такого, вы человек продуманный. Здесь ключевое, чтобы вы знали, ну, хотя вы себя знаете лучше, чем я, конечно же, ключевое, акцент идёт на ценности. Вот на той системе ценностей и тех приоритетов, которые вы выстраиваете для себя. Если поставленная цель, предложенная вами, потому что, ещё раз скажу, вы не тот человек, который ставите себе цель. То есть вы не... То есть не то, чтобы человеку всё хватает уже в жизни, но у него какая-то такая философия, знаете, в контексте того, что мне надо, вот когда мне надо, у меня это будет. Там, я знаю, деньги, еда, вот всё что угодно. А если мне особо не надо, то я вот как будто бы, знаете, и суп с борщом могу поесть, с сухариками. Но если вдруг я утром проснусь и захочу, там, я не знаю, икру, либо там, я не знаю, что-то там дорогое из еды, я пойду и найду деньги и куплю. Вот здесь какая-то такая философия человека. То есть лишний раз дёргаться по пустякам вы не будете. Но если вы начинаете дёргаться, вы дёргаетесь по серьёзным каким-то вещам. Главное, чтобы это входило в вашу систему ценностей. Вот для вас это важно. То есть если у вас в приоритете дети важны, вот вы можете расшибиться в тарелку, не знаю, во что там расшибиться, но вы сделаете вот то, что нужно для этого ребёнка. Если для вас семья не является приоритетом, да пускай там, я не знаю, вам какой-то миллионер сделает предложение, вы ему откажете, просто потому что брак, он для вас не является в приоритетах. Ну, хотя к тройкам это не относится, но это просто к примеру. Потому что у вас семья, она прям является фундаментом для вас. Так, вот такой у меня был третий вариант. Пишите свои комментарии. Все, кто пишет, благодарю. Кто не пишет, а просто смотрит, но при этом ставит лайки, тоже благодарю. Главное, что вы остаётесь со мной и смотрите. Для меня это ценно. Что-то в вашей голове доменяется. И это тоже очень-очень ценно. Прощаюсь до следующего расклада. Пожелаю всем отличной недели, хорошего настроения, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok